всем ребят еще раз добрый вечер сегодня не могу успокоиться так как машинки чистенькие приехали с детейлинга то время такое пока дождя нету хочу заснять по максимуму ребят гольф е-гольф 18 год 100 киловаттный мотор машина целая без дтп без каких-либо вмешательств по кузову без съема деталей без разборов перелаков перекрасом всего остального машина целая машина идеальная просто идеальная 37000 оригинального пробега немецкого не сколов не царапин ничего по этому автомобилю нету так как этот автомобиль не автобановский то есть по автобанам он не ездит то есть все вопросы исключаются сразу оригинальные его колеса только присущие гольфу 16 размер хорошая резина летняя стоит ребят состояние автомобиля но во и новое просто новое сейчас я покажу вам так визуал могу не передать но если приехать посмотреть пощупать то сразу можно понять я думаю вы нам доверяете когда мы вам говорим такие слова посмотрите на этот кокпит водителя очень интересно все выглядит просто но интересно но сказать просто это сказать ничего интересные такие решения в голубом цвете большая топовая мультимедиа вот приборная панель строчки все синенькие все такая за . на е на электрику на электрику за . такая вся на голубенький цвет на электрику когда состояние авто ну просто идеально просто идеально посмотрите на ну ну не может быть другим так как здесь 37000 пробега то есть я не знаю кто на нем ездил бережная эксплуатация нигде ничего не зацарапано не потерто не прокурено не засижено не просижено то есть идеальная идеальный уход за автомобилем здесь у нас топливо заправочный заправочная вот такая ниша или как его можно назвать люк отделение вот такой вот шикарный багажничек в принципе для этого класса достаточно нормально пару мешков с картошкой без проблем даже даже три-четыре смотря какие сидушечки слаживаются здесь полный комплектик заправочной заправочного оборудования таким чехольчиком тогда состояние блин просто новое просто новенькое все новенькая чистенькая не просто чистое просто новое я бы сказал именно так домкратик ремкомплект 12 вольт здесь никаких не царапин ничего нету аварийный знак присутствует шильды присутствуют вот так выглядит новый автомобиль еголь с пробегом 37 соответственно куча подушек безопасности электро зеркала слаживаются автоматический дальний свет датчик влажности я уже говорил топовая мультимедиа происходит это вот так типа включил заживание еще раз все машина завелась авто готово к эксплуатации показывает на 150 тысяч на 150 километров пробега остаток климат включены здесь непонятно чего ритм к не могу понять само включается остаток энергии поток энергии то это пока такой для 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 себя для того чтобы понимать что происходит то есть здесь расход здесь рекуперация то есть торможу идет рекуперация очень интересный автомобиль ребят блин классный классная машина модненько интересная на автомате свежая пахнет новым 37 пробег вот заднюю включил не не газуя машинка едет потихонечку себе назад спокойно тихо уверенно кстати по мощности всего хватает 100 киловатт мотор резвая просто просто капец ускорение моментальная как на троллейбусе блин ну просто в ей в тапочке она пошла по что по длительной длительности запаса хода то могу так сказать полная зарядка батареи это 260 километров показывает но могу так сказать в недельную эксплуатацию которую мы пробовали в жару там пускай 37 36 приблизительно сами знали какая жара была там две недели назад кто 20 процентов могу так сказать жрет климат вместе с мультимедией со светом жрет климат 20 процентов все все остальное это ваш путь это ваши километры машина комфортная быстрая прям идеальный идеальный транспорт для городских условий просто шикарная машина то есть без проблем можно съездить ну мы живем во львов в лутске во львов без проблем ровно ковель то есть до 200 километров 200 плюс даже если это по трассе будет без проблем можно ехать все доедет и все порадует то есть есть даже вот такой кнопочка вот те кто понимает те кто знает volkswagen то это настройки подвески но ребят в альфе это немного по-другому выглядит это выглядит вот так кнопочку нажал обычный эко-эко плюс ну понятно то есть автомобиль заточен под я бы сказал не под экономию там электроэнергии то есть машина жарит так что как бы блины на светофоре практически равных нет мне не говорю там за тесту за ауди там и трон там и все остальное машина то есть все все любые там бензиновые там дизельные двигателя то на светофоре оставляет сзади без проблем вообще машина бомба такие ощущения то есть непередаваемые просто ощущение по комплектации фары full лет спереди сзади лет ходовой огонь здесь в бампере уже такой стоит модненький цвет красивый просто зачет это цвет урана grau называется цвет грунтовки у каждого бренда он свой volkswagen он свой в audi он немножко другой в skoda он еще другой то есть у них все есть такие цвета именно это такая вот тенденция типа грунта грунтовки поэтому ребят кому интересен такой автомобиль для себя в семью как второй автомобиль семье так и первый и ежедневный автомобиль это шикарный вариант заряжается ребятки просто от 220 любая розетка желательно с заземлением то есть достаете с этого красивого модного оригинального чехольчика вот такую зарядочку достали открыли включили машинку закрыли и пошли себе домой спокойно спать машинка зарядилась утром встали джип и полетели все то есть никаких вопросов там замена масла сажевый фильтр солярка бензин плохой ас не тот расход не расход блин ну пока пока у нас электричество более-менее нормально я считаю можно себе позволить такой автомобиль в семью вообще без проблем то есть и это еще и хэтчбэк хэтчбэк и очень мало автомобилей таких вы сами знаете что если там купить volkswagen от дизельного на автомате чтобы это был хэтчбэк то она либо стоит как сбитый самолет либо их просто нету поэтому здесь по-любому хэтчбэк европейское качество это не америка ребят здесь все кожа хорошие материалы хорошая шумоизоляция правильное лакокрасочное покрытие то есть все по volkswagen все по европейски качественно и удобно то это не америка в америке я не хочу сказать что америка плохая там или ну все знают что такое америка поэтому не буду там сильно углубляться и там сильно долго рассказывать кого-то переубеждать что европа там лучше или хуже америки ли у каждого есть свое мнение поэтому наша рекомендация европа а там смотрите сами давайте покажу что под капотом кому интересно как там выглядит и что с ним происходит происходит это вот так ничего лишнего вес минимальный пространство максимум стандартная батарея которая служит для пуска всей системы то есть без нее без не весь она села машина не поедет хоть будет полный заряд аккумулятора общего аккумулятора батарейки то есть машина никуда не поедет то есть нужна нормальная батарейка которая стандартная то есть а к п стандарт стандарте охлаждающая жидкость кондиционирование а там были даты я не могу сказать что там я так понимаю это редуктор коробка передач вместе с редуктором который идет с водным охлаждением соответственно то есть с вот таким вот антифриз поэтому хлопчики и девчата рекомендую